Как проходило рандеву? Всех вопрос. Никто не понимает, что там будет, все готовятся к чему-то ужасному и страшному. Когда вы заполняете анкету, вам будет на выбор представлено несколько геочей, несколько миграционных центров и вы можете выбрать в зависимости от вашего места жительства. Мы выбрали один из двух предоставленных нам системы геочей. К сожалению, тот, который был поближе к нам, не было. И мы выбрали тоже на азиатской стороне, но в общем пришлось ехать. Поехали в жуткий дождь. Волновались очень, сразу скажу, потому что хотя мы подготовились, я очень волновалась. Несмотря на то, что мы были подготовлены ко всему, я еще решила подстраховаться, сняла копии с квитанции из налоговой, сняла вот копии с топу из удостоверения личности нашего хозяина. Мы взяли анкеты, мы взяли страховки, фотографии, копии паспортов, что еще, нотариально заверенный контракт каждому и оригинал контракта тоже. И со всем этим, со всем этой ерундой мы попытались взлить их, то есть поехать в налоговую. Выглядело это так. Ой, не в налоговую, извините, в миграционный центр. В общем, выглядело это так. Это конечное станционное метро. В нашем случае это пендик был... Нет, это был Товшан-Тепе. Да, я имею в виду пендик, то есть. Вот. И, значит, стоит огромный хвост из жителей Африки... Казахстана... Сирии... Ну, в общем, вы поймете, что вы пошли правильно. Да. И все... Димочка, я забыла еще сказать. Еще вам понадобится потратиться на розовые папочки, досье. А, да. Их надо обязательно купить. Вы просто приходите в магазин, говорите... В канцелярске. Да. Пендик досье, то есть розовая папка, и вам дают эту папку. И вы узнаете, все люди в этой очереди будут стоять с розовыми папками. С этим розовыми папками. Вот. И очередь так это хвостиком, значит, так это движется. Но движется достаточно быстро. В данном случае достаточно быстро. Мы там отстояли, ну, максимум минут 20, наверное. Ну, думаю, полчаса если сказать, то... Скажу я в этом месте, что у меня достаточно большой опыт общения с чешской и цызинской полицией. Значит, стояние в свежем поле. Там стояние на коневке. Это как бы уже незабываемые вещи. Здесь абсолютно лайтовая ситуация, атмосфера. То есть, вся эта очередь, которую вы видите, она продергивается, ну, в нашем случае, минут 20-30 максимум. Хотя визуально стояла человек, наверное, на 250 стояла. Просто в порядке очереди. Вы просто отдаете эту папочку чиновнику. Инспектору. Инспектору, чиновнику, да. То есть, который просто ее при вас пролистывает. Либо он скажет, что... Что-то донести. Донести. Либо ничего не надо, если вы все сделали так, как мы сказали. Хотя информация тут разнится, да. То есть, Антон-то говорил, что нужно брать копии чего-то одного. В общем, берите все копии, какие у вас есть. И оригиналы тоже. И информация разнится, вы можете встретиться с тем, что когда оплачивать пошлину. До подачи анкеты или после. Потому что мнения разные. Вы можете туда прийти без оплаты пошлины. Вас отправят тут же, там, где-то можно оплатить. Но это означает, друзья, что вам нужно будет еще раз обстоять эту очередь. Мы решили этот угол срезать. И, на самом деле, слава Богу, что мы так сделали. Ну, давай скажем так, что, может быть, у кого-то действительно не хватает денег в текущий момент. Это можно сделать и после подачи. То есть, ничего там незаконного нет. Но в этом случае вы выйдете из полиции, встанете в другую, ну, дверь. Очень рядом, там же, рядом. Да, рядом, там все оплате. И вернетесь в эту же очередь. То есть, у нас эти три очереди. Да. Все, что вам грозит. Там экономия не очень ясна. Потому что стояло 250 человек, все 250 человек прошли. И у всех, по-моему, все приняли. Не было ни вопросов, ни скандалов, ничего абсолютно. Принимали очень механически, как показалось. Очень механически, да, абсолютно. Мы отдали наши папки. Забрал инспектор оригиналы квитанции из налоговой. Хотя я принесла ему копию. Копию он отдал нам. Не взял он, значит, топу и копию паспорта нашего владельца. Он сам отобрал то, что ему нужно. Да, он сам отобрал то, что ему нужно. Из шести фотографий он забрал шесть, хотя нам говорили, что четыре. Но нам не жалко, господи Ивановна. Вот. И после этого что-то еще нам сказал. И, в общем-то, отправил нас в освоясь. Мы еще так удивились. Я еще спросила, это все. И ты меня спрашивал, все ли это. Подошли к какому-то тоже сотруднику, спрашивали, финиш. Паспорт, ты сейчас мой финиш. Он говорит, финиш. Я так обрадовался за нас. Финиш, финиш. Маленькая ремарка тоже в этом месте. Значит, инспектор спрашивает, говорите ли вы хоть немножко по-турецки. Если даже вы хоть немножко говорите по-турецки, не надо им говорить, что вы говорите по-турецки. Вы говорите по-английски. И они там худо-бедно английский знают. То есть, ну, хотя бы общее название, общие слова вы поймете. Не надо говорить по-турецки. Потому что если вы скажете по-турецки, он вам та-та-та-та-та-та-та, по-турецки и дверь вот там. Мы половина не поняли. Пришлось переспрашивать. Ну, это лишние нервы, потому что там вот так находишься в стрессовой ситуации. И лучше действительно сказать, что вы говорите по-английски, либо вовсе по-русски. Или кивать головой. Или кивать головой и просто совать им вашу папочку, чтобы они взяли, и вы от них отстали. В Турции очень лояльные законы к людям, которые желают тут жить просто так. То есть, вы не желаете, соответственно, зарабатывать их деньги, но желаете тратить свои деньги в Турции. Они это прекрасно понимают, вообще прекрасно просто понимают. Они это любят и ценят. Посему, как бы, вы можете стоять просто, как понял, вот так вот делать головой. И, собственно, все, и как бы, и вы свободны. Итак, мы подали документы, и в какой стадии мы сейчас находимся. Ну, во-первых, мы уже легально находимся на территории Турции. Ровно с того момента, как мы заполнили анкету на сайте миграционного центра. То есть, все, анкету мы заполнили, заявление у нас приняли, рандеву назначили. Мы тут уже на всех правах находимся. Теперь мы находимся в ожидании смс-ки от миграционного центра, что наше заявление одобрено. Когда мы его получим, можно будет отслеживать по номерам наших заявок. Я их сегодня проверяла, еще не началась по ним работа. Как будет продвигаться процесс. Когда процесс будет, скажем так, подойдет к отпечатке наших карточек, которые, к слову говоря, печатают в Анкаре, мы уже будем ждать. Возможно, привезут их курьером. Но, скорее всего, как говорят многочисленные очевидцы, нам придется идти на почту, чтобы эти карточки забрать. Это будет очередной квест. Но, я думаю, после налоговой нотариуса нам уже, и у самого Гёча нам уже ничего не страшно, и карточки мы получим. В общем, сейчас мы находимся в ожидании одобрения наших заявок со стороны Гёча. Но мы надеемся, что все будет хорошо, поскольку по документам вопросов никто нам не задал, а больше ничего здесь им не нужно. Стоит подчеркнуть, что статус на сегодняшний момент легальный. Из страны можно выезжать, можно путешествовать, можно съездить куда-то еще. Ну, помимо, там, нахождения в Турции, если надо кому-то там в России рука и довернуться, пожалуйста. Да, но если вы соберетесь в момент ожидания съездить на родину, вам нужно будет все-таки сходить в Гёч и взять специальную справку о том, что вы находитесь в статусе ожидания вашего икомета. И что сделаете, показать ее на границе? И ее показывать, да, на границе обязательно. Ага. Да, да, да. А я вот этого не знал. Вот, такая информация. Вообще, очень много всяких процессов по получению икомета. Рассказали все, что знали, то, что сами прошли. Но, на самом деле, видео текущее, текущий статус сегодняшний. То есть, вы за эти вопросы, мы отвечаем, как бы, что у вас происходит. Буквально происходит вот то, что мы рассказали. Да, да. На сегодня это все, с чем мы хотели с вами поделиться по поводу получения икомета. Наш статус вы теперь знаете. Надеемся, что наши подсказки вам помогли. Все нужные ссылки оставим под видео, в описании. Ну, а с вами был Дима. И варвара. Пока-пока. Пока. Пока.